Первые мои две поездки были в Мариуполь. Потом возникла поездка в Донецк на Пасху. Дальше Луганск и Горловка. Но не поехать я не могла. Наша жизнь очень короткая. И если действительно Господь потом спросит, меня сделали все, что могла. И не поехать, это значит, было, наверное, отказаться от Божьего какого-то благословения. У меня было вот такое чувство. Спасение, о котором мы говорим, начинается здесь на земле, а потом только переходит в вечность. Если человек здесь не спасается, там уже ничего не получится. Двери закрыты, поэтому все совершается здесь на земле. И тем, кто здесь трудится, вот дан такой замечательный шанс своим доброделанием, своей любовью к людям, в том числе и спросить у Господа прощения за свои ошибки, за свои грехи. Я не собиралась становиться волонтером, добровольцем. И летом 2021 года, именно в июне, я заболела ковидом. И на скорой помощи я попала в ковидный госпиталь. Болезнь была такая тяжелая, что я поняла, что выйду я нескоро. И я захотела очень сильно причаститься. И в тот же вечер ко мне пришел православный доброволец. Он сказал мне, что батюшка придет ко мне завтра. Когда я причастилась, я поняла, что если мне суждено выйти, то я обязательно в знак благодарности тоже постараюсь к ним присоединиться. Наши добровольцы, все практически, 99,9% приходили в госпиталь после обучения в больнице святителя Алексея. Соответственно, когда я вышла, еще находясь на больничном, я пришла на курсы. Закончив эти курсы, я 9 октября первый раз пришла в качестве добровольца в тот госпиталь в Сокольниках, где лежала сама. В центре наших усилий должен стоять сам нуждающийся человек. Церковь не воспринимает ведь человека просто как получателя услуг. Мы видим в каждом личность, образ Божий, нашего ближнего, члена церкви, нашего собрата или сосестру. Мы призваны помочь им не какой-то единичной услугой, а всем, чем мы можем. Это была «Острастная седмица» и Пасха в Донецке. Когда мы пришли с ночной службы, я зашла в палату, сняла плат, звонили колокола. И сквозь этот звон колоколов совсем рядом полетели ракеты. Это было страшно. Просто страшно и дико. Рядом с нами был собор, по которому, собственно, метили. И туда прилетело, были жертвы. Мы побежали вниз встречать раненых. Но то, что на Пасху, может такое быть, это было совершенно дико. Мы прибежали вниз, там были врачи. Один врач подарил мне кулич. Я помню, я спросила, а вы верующий? Он говорит, а как без этого? Без Бога никак. И вот Пасха в Донецке для меня стала таким чудом победы жизни над смертью. Потому что, несмотря на это, Христос воскрес, и все радовались, несмотря на то, что произошло. Бывают случаи, когда ты не можешь ничем помочь пациенту. В Горловке был такой мужчина. У него была серьезная ампутация обеих ног. И после очередной операции я пришла, он сам попросил. Я села и стала его держать за руку. Но ему это было очень больно. Он сказал, ты просто рядом посиди. Я закрою глаза, я буду знать, что ты здесь. Мне этого будет достаточно. И я сидела рядом, молилась. Он уснул. Наутро ему было уже гораздо лучше. Но я для себя поняла, что и это тоже помощь. И если мы не можем вылечить, это не значит, что мы не можем помочь.